Мне кажется, тема качества мышления человеком актуальна всегда, когда существует человечество. Существует довольно большое количество школ критического мышления, начиная с Аристотеля и его правил, дедукции и далее. В принципе, качество мышления определяет качество нашей жизни. Чем более качественно мы думаем, принимаем решения, чем более качественная информация, на которой мы основываем свои решения, тем, собственно, лучше мы и живем. Наше общество сейчас находится на таком высоком уровне развития как раз благодаря тому, что мы научились лучше думать. Мы информационно перегружены, мы завалены, у нас есть вот эта вот усталость от избытка информации вообще. И для того, чтобы как-то это компенсировать, люди не сильно задумываются над тем, что они сейчас прочитали, где, у кого и в каком виде, а предпочитают размышлять следующим образом. Вот есть профессионалы, которым платят за то, чтобы они это делали, пожалуй, буду им доверять. Очень многие люди не фильтруют для себя эту информацию, потому что для них это просто трудозатратно. И потому что их никто этому не научил никогда. И, собственно, поэтому так часто некачественная информация, сфабрикованная информация и так далее распространяется с такой удивительной скоростью. Она как раз создана для того, чтобы пролезать во все вот эти вот усталые когнитивные лазейки. Редактор субтитров А.Семкин